Что такое потребность быть жертвой? Это внутренняя позиция беспомощности, загнанности в тупик, из которого выхода нет. Например, мне плохо в отношениях с Колей, он постоянно выпивает, но я не ухожу из отношений, а только причитаю, какой же он козел и как он меня достал. Например, позвонила, посоветовали хорошего парикмахера, но при разговоре с ней я услышала явную агрессию и мне стало плохо, но я все равно записалась к этому специалисту. Например, мне не хочется вызывать сантехника из ЖКХ, так как там все алкаши, но выхода у меня нет, кран потек. Например, моя подруга меня не ценит, захочет звонит, а когда мне нужна ее поддержка, она трубки не берет. Но я не ухожу из этих отношений, а остаюсь в них. Например, с бывшим мужем не хочу общаться, но продолжаю это общение и терплю его пренебрежения и неуважительные отношения, у нас же дети. Итог. Потребность быть жертвой зарождается в родительской семье. Это выученная беспомощность, впитанная с молоком матери. Выйти из позиции жертвы самостоятельно очень сложно. Нужна помощь специалиста. В чем суть позиции жертвы? Это состояние обиженного ребенка. Когда мы были детьми, мы мало могли на что повлиять. Наша жизнь во всем зависела от родителей. Например, мне так тревожно без последнего слова моего мужа, что без него не могу и шага ступить. Мне важно, чтобы он сказал мне, покупать ли мне куртку ребенку или нет. Например, на работе постоянно нахожусь в тотальном контроле. Так боюсь сделать ошибку. Очень эмоционально устаю от напряжения. Например, я не могу самостоятельно принять решение, идти ли мне к врачу. Я нуждаюсь в совете мужа или мамы. И как он или она скажет, так и будет. Например, мне так плохо на моей работе. Давно хочу ее поменять. Но начинать что-то новое невыносимо страшно. Лучше я останусь на старой работе. Например, мама сказала, что мне не идет новый костюм. Хотя мне он очень нравился, но я почему-то перестала его носить. Ей виднее. Итог. Зависимость, слабость, жалобы, обиды, страх. Одним словом, беспомощность. Это то, что испытывает человек в позиции жертва. Какие признаки у позиции жертва? Первый признак – страдание. Меня никто не любит, никому я не нужна. Оля, пойдем в кино, я тебе билет подарю. Да за что мне такая жизнь? И зачем мне твое кино? Второй признак. Выбор чужой выгоды. На работе Оле предложили бесплатное обучение. Но она отдала свой шанс Юле, так как ей стало жалко Юлю. Хотя обучение Оле самой бы не помешало, но свой шанс она отдала коллеге. Чувство беспомощности. На работе Олю ложно обвинили. Но Оля подумала, ну что же я могу поделать? И смирилась. Неспособность позаботиться о себе. Оля заболела. Ей 35 лет. ОРВИ. Оля позвонила маме, чтобы мама приехала и позаботилась о ней. Пятое. Успех в карьере, но поражение в отношениях. Оля была выдающимся архитектором. Но она была одинокой несчастной женщиной без семьи и детей в 40 лет. Итог. Позиция жертвы обесточивает человека и заставляет его предавать себя, обесценивать и уничтожать. Какие модели поведения присущи позиции жертва? Хроническое состояние обиды. Мой мужчина задержался на работе. Я его так ждала. Как он не понимает, что мне без него плохо? Говорят с обидой в интонации. Мать сыну. Петя, я так хотела, чтобы ты пришел вчера ко мне на ужин. Но для тебя ведь твоя жена важнее, чем единственная, любимая мать. И, конечно же, у нее, наверное, супы вкуснее. Тяжелое молчание. Муж забыл поздравить на годовщину жену. Муж. Ира, налей мне чая. Жена молчит и, тяжело вздыхая, наливает с обидой на лице чай. Следующий признак. Человеку все должны регулярно и на безответной основе. Жена мужа. Ты купил мне шоколад? Почему не купил? Я же просил. Ничего тебе попросить нельзя. Пятый признак. Восприятие себя как маленького или подростка. Коля, я не могу одна идти к врачу. Мне обязательно нужно, чтобы ты пошел со мной. Запиши меня к врачу, Коля. Итог. Жертва – это внутренний, инфантильный, маленький ребенок, которому нужна опека, внимание и родительская забота от окружающих. Какой стиль поведения используют жертва? Первый. Люди, у которых все плохо. Как меня достал муж. Вечно ничего сам сделать толком не может. Дети постоянно вредничают, погода достала, вечный дождь. Второй признак. Такие люди общаются в стиле жалоб. Ну, агентка мой, полный тюфяк. Ни гвоздь прибить, ни розетку починить, ни денег заработать, ни мужиком побыть, когда нужно. Третий признак. Все вокруг виноваты. Я опоздала на работу из-за тебя. Это ты меня отвлекал. Забыла купить домой хлеба, потому что ты мне не напомнил. Постоянная привычка жалеть себя. Но никому я не нужна. Никто меня не любит. Даже если я умру, никто об этом даже не узнает. Всем все равно. На меня. Пятый. Не готовы принять ответственность на себя за то, что с ними происходит. Если бы Вася ко мне вернулся, мне бы сразу стало легче. Это мне из-за него так плохо. И одиноко. Итог. Позиция жертвы – это перекладывание ответственности за свою жизнь, мысли, чувства и действия на других людей. Какой стиль поведения у жертвы? Без вины виноватая. Мой муж на меня накричал. Это я во всем виноват. Он бы просто так не кричал. Это я никчемная неумеха. Не умею вкусно варить борщ. Мученичество. Я все время все ему прощаю. Готовлю, стираю, убираю. А он неблагодарная свинья. Опять не принес зарплату. Да за что мне это несчастье? Самопожертвование себя на муке. Оля – красивая девушка, замечательный врач. Но вышла замуж за тирана и считает – это мой крест, так захотел Господь. Нужно смириться и терпеть. Повод пострадать. Оля проспала важную встречу и стала страдать, что это не судьба. И так мне и надо. Я неудачливая, я безалаберная. И так Оля провела весь день. Страдание – это мой крест. Очередные отношения Маши закончились изменой, и он ушел. Маша страдала, но потом решила его вернуть под девизом – «Это моя судьба, моя карма, это мой крест». Итог. Человек в позиции жертвы ищет ситуации, которые подтверждают его беспомощность и ведут к страданию. И исходя из этой темы, хочу для тех, кто еще не знаком со мной, немножко рассказать о себе. Меня зовут Богнова Ася Юрьевна. Я семейный психолог, помогая людям, ВДА и созависимым, выздоравливать. Какие виды помощи я могу вам предложить? Чем я занимаюсь? Я веду индивидуальную онлайн-терапию. Это обычно встречи один или два раза в неделю пожелания пациентам, на которых мы работаем лично с вашей историей, с вашей симптоматикой, с вашим детством и с вашей текущей жизнью. То есть там комплексный подход, который позволяет вам работать над собой и сегодня, и детство. И второй вид помощи, который я оказываю, это групповая онлайн-терапия. Она проходит сейчас по воскресенью, ориентировочно 19.30-20.00 по московскому времени. Что происходит на групповой терапии? Группа небольшая. Обычно это те пациенты, которые ходят на индивидуальную терапию, совмещают. Мы также работаем здесь больше в групповом формате. Работаем с отрицанием. Смотрим симптоматику каждого участника. Также работаем над конкретными темами, которые я готовлю к каждой группе. Там происходит психотерапевтический процесс. То есть, да, это что значит, что я как психолог, как специалист, помогаю каждому участнику поработать над собой в рамках группового процесса. Да, то есть, это именно профессиональный формат, тоже очень эффективный. Самое эффективное, что я наблюдаю у своих пациентов, это когда человек раз в неделю посещает индивидуальную терапию, раз в неделю групповую. Это абсолютно разные процессы. Их нельзя, ну как бы, взаимозаменить, как бы, знаете, некоторые люди говорят, я буду там ходить только на групповую или я буду ходить только на индивидуальную. Это очень, ну как бы, разные форматы и они оба очень мощно запускают процессы и дают определенную поддержку человеку, да. Поэтому, ну, в идеале, конечно, хорошо бы совмещать комплекс, да, чтобы иметь мощный результат. Вот, но там уже по желанию человека, потому что есть люди, которые не могут в группе находиться, ну вот из-за своих травм. И тогда, конечно, более безопасно для такого человека индивидуальной терапии. Вот, есть кто, наоборот, боится личной один-на-один, да, там, контакта. Вот, и тогда человеку комфортнее начать с групповой терапии. То есть, здесь, конечно же, индивидуальные особенности у каждого человека. Вот, и, да, все люди разные, у каждого своя специфика. И, конечно, ну, я бы, конечно, в идеале тоже порекомендовала, если есть торги, с чего мне начать, то, ну, и вы там не можете там и то, и то, да, посещать, вот, по каким-то своим причинам, то я бы порекомендовала начать с индивидуальной терапии, потому что там более конкретно про вас. Да, именно про ваши дисфункциональные схемы мышления и поведения. Да, давайте так. Вот, работаю я по 12-шаговой модели. Она самая уникальная, мне кажется, для людей с диагнозом ВДА. Вот, да, очень конструктивно и продуктивно. Вот, сама являюсь выходцем из 12-шагового сообщества. Я, как бы, прежде чем стать специалистом, я 12 лет очень активно работала своим внутренним миром, своими проблемами. И когда я поняла, что я в порядке более-менее, там, да, в адеквате, я могу не подключаться к чувствам человека, абсолютно не проецировать на человека что-то там, свои какие-то там внутренние проекции и так далее. И поняла, что я очень ресурсная. Вот, и, ну, я решила, что пришло время работать с людьми. Вот, закончила я вуз, Северокавказский социальный институт, еще в 2007 году. Вот, все было точно. Как бы, после школы я поступила в университет. Пять лет точно я отсидела. Был чего-то диплом, а потом, ну, как бы, и повышалась, и выздоравливала, и как-то больше, ну, как бы, себя взращивала. Потому что мне кажется, что психолог – это тот, который должен быть ресурсно наполненный и, ну, более, как, менее, там, травмирован, да, потому что, в принципе, как бы, у каждого человека есть какие-то свои моменты, да. Но, вот, я считаю, что специалист должен быть не раненый, не травмированный, да, чтобы в пограничных состояниях не помогать другим, да. Поэтому, ну, вот, как бы, мне достаточно сил и ресурсов, чтобы понимать прочувства другого человека, да, не надевать их на себя, абсолютно нейтрально относиться к каждому пациенту. Вот, поэтому, у кого есть желание, у кого есть потребность в профессиональной помощи, вот, добро пожаловать. Вот, я, все контакты, как связаться со мной, записаться, оставлю ссылки под видео, в ссылках, там будут ссылки на соцсети, контакты, инстаграм, скайп. Вот, вот, также я оставлю ссылку отзывы о моей работе, кому интересно, можно тоже почитать. Вот, и добро пожаловать, да, вот, на терапию. Вот, в принципе, наверное, на сегодня все, что я хотела рассказать и сказать. Вот, вот, всем желаю хорошего, доброго дня и желаю вам храбрости, мужества и осознанности и решимости для того, чтобы вкладываться в себя, начать вкладывать в себя, в свое здоровье, психологическое здоровье, психическое здоровье, да, вот, ресурсы, возможности, да, вот, чтобы... Были эти возможности, и у вас это удалось, вот, помочь себе, да, вот, через профессионала. Вот, на сегодня тогда все, вот, до новых встреч в следующем эфире. До свидания.